война миров что и такое сегодня расскажите тлана новая мастер развития совершенствования человека на более высокий уровень сетлана здравствуйте мы рады вас видеть александр владимир и участники школы здравого смысла и все кто присоединяется раскрыть тему до война миров я бы хотела знаете с новой фразой как но мы сегодня учимся говорить на языке любви да смотреть глазами любви и самое главное мы учимся становиться этой любовью это мудрость нового времени наша книга и мне бы хотелось именно открыть свое выступление именно с этой фразой война миров почему я выбрала эту тему достаточно она сложная для осознания людей это не война миров между планетами и между там какие-то страны или еще что-то это война миров сегодня идет вот в каждом человеке во внутреннем мире в его внутреннем мире нас более 77 с половиной миллиардов сейчас может быть меньше цифра да и уникальных скажем уникальных миров не постаряющих друг с другом то есть представьте вот такое количество проживающих на земле да и мы не постаряемся мы каждый индивидуальный и каждый особенный по своему эволюционному прохождению поэтому естественно во время перехода поскольку я мастер развития и совершенствования человека на более высокий уровень осознанности и переходные стадии люди проходят от самым низкой до более высоких и обучаются сегодня в этом пребывать и оказалось что это достаточно очень на первых этапах освобождение от негатива осложнился тем что люди не признают свое несовершенство по многим причинам сейчас задача вот эти человеческие миры до время перехода чем осложнила нашу как бы чуть-чуть осложнила для одних людей для других ускорила до события во внутреннем мире полного изменения и здесь оказалась такая западня для внутренних миров людей почему потому что люди все духовные все опознали очень много знают о законах мироздания и всего но не сам потусторонних источников я бы так сказал вроде кажется да словил информации вроде кажется что кто-то лучше чем я сам вот в этом и заблудились многие духовные люди почему потому что именно истинная задача во время перехода именно эволюционирование человека через просветление это вытащить именно те познания те энергии которые находятся во внутреннем мире человека и переходные стадии у нас сегодня смотрите что у нас сегодня произошло то есть разделение миров понимаете процесс новой неизведанный и очень тонкий вот это уникальное время перехода она для одних еще раз повторюсь для одних именно это нам на небесно а для других большей части миров проживающие на планете это конечно очень много вопросов что делать именно в этот момент все чувствуют новое время все чувствуют изменения но мало кто старается соответствовать да мы можем соответствовать на уровне понимания да мы можем соответствовать на уровне даже какой-то определенной чувство чувственности да мы можем соответствовать именно прежнему себя на более высокие уровни но это переходной стадии только выхода из трехмерного пространства, поскольку восприятие имело горизонтальное восприятие. А сегодня раз, и нужно выйти в вертикаль. Вот представьте, какой огромный шанс. Духовные люди, развиваясь, да, они выходили из горизонтали. Они вот здесь были, вот здесь были, вот здесь были, вот здесь были. Но мало кто сегодня, 22-й год, мало кто вошел в эту вертикаль. Там, знаете, какое состояние, одно из, чтобы вы понимали, это безупречность и полное безмыслие. Это ориентир высоких реальностей. И вот смотрите, что у нас получилось. Переходные стадии идут с огромной скоростью по времени, по времени. Человек находится в отношении с самим собою в прежнем. Вот в чем не признаются люди сами себе. То есть первая стадия, которая, это работа еще со своим несовершенством. Огромная, огромная работа. Признать это несовершенство практически не могут люди, у которых эго. А это у нас очень много эго. Потому что мы жили в горизонтальном восприятии. И это было нашей привычной нормой. Вырабатывать и пахтать, как я говорю, и минус, и плюс. Понимаете о чем? Эта смешанная энергия не дает сегодня многим выйти в вертикаль. И тогда что получается? Ускорение вот этих переходных стадий дает огромное разделение. Именно разделение во внутреннем мире человека. То есть тьма говорит, минус говорит. Я утрирую, но это так, чтобы вы сейчас поняли. Минус говорит, знаете как, я здесь, меня нужно признать, и я должен выйти. Плюс в человеке, говорит, всегда только положительный. И вот в этом, кстати, в минусе очень слабая вера человека в самого себя. Практически слабая. Он готов верить кому угодно, но только не себе. Почему? Потому что чувственный уровень закрыт. Вот почему нашим мужчинам, большей части мужчинам, чувственный уровень раскрывать и раскрывать. Женщина наделена этим, я уже говорила. Это просто понаблюдение. Не все мужчины, конечно, те, которые хотят достичь высоких результатов, они стараются, очень стараются. Именно открыть этот чувственный уровень. Так вот и получается, что у нас идет война во внутреннем нашем мире. Понимаете? Вот этим осложнился переход. Ну, признайтесь, пожалуйста, признайтесь. Вот сами себе признайтесь, пожалуйста. Какое бы ни было у нас освобождение, у всех почти 30, 20, 10 лет духовных практик. Но вот приходят на занятия люди, да, они ни одного освобождены. Это все достойные духовные люди, понимаете, которые себя, знаете как, не предавали, не покидали. Но они развивались с разных сторон к себе, с разных сторон. Понимаете? И сегодня они приходят, а у них по факту освобождение практически, ну, очень мало. 10% это уникально, если будет 10. Практически. Освобождение, что такое? Я сейчас объясню. Это освобождение за все воплощения информации и энергии. Ведь во время перехода нужно поменять состав энергии и информации, полностью освободиться от всех прошлых. А их там были воплощения, их были миллиардные воплощения. Представьте, из-за такой короткий срок, естественно, человек не успевает, у него нет доступа, мало энергии, чистой энергии. И вот эта война миров не дает духовному человеку, знаете как, вырасти вот сюда, вот сразу попасть, раз пазл и идти по нему. То есть вертикально. Он не говорит, что такое высокие энергии. Он это знает, да, внутри знает. Но знать и быть – это два разных человека. Я хочу вам сказать, что переход – это ваше внутреннее колебание в отношении с самим собой. И если колебания на низких, а в каком? Если вы хоть раз осудили, все, у вас низкие колебания. Если у вас проходят негативные мысли, свои, чужие, сейчас неважно, у вас низкие колебания. И если вы не приняли или развиваете в себе энергии войны, вы сопричастны с этими энергиями, значит, у вас низкие колебания и реальности. Вы понимаете, о чем разговор? И в это именно субстанция ум и не принимает, и уводит человека от себя. Те люди, которые говорят вопрос, что делать, заказывайте мастера, вас всегда приведут по назначению. И мы сейчас неважно, кто чего добился, а важно, на каких колебаниях мы вибрируем. Понимаете? Так вот, борьба во внутреннем мире оказалась войною. То есть минус и плюс между собой вот так вот, знаете, гармонии там практически отсутствует у многих. Почему? Потому что я еще раз привела. Если хотя бы одна-две мысли у вашего пространства, вы уже на низких реальностях. Это 22-й год. Это не 12-й год, когда было именно стремительное начало, только начало, да, великого перехода. И вот эта война миров, она как раз, понимаете, люди привыкли не то что лицемерить. Они не знают других состояний просто. Они не знают, их не чувствуют. Не учитывают, что многоуровенность тех же знаний, тех же знаний, их большая уровневость, понимаете. И нужно уметь. Самое истинное знание для человека – это он сам, который вытаскивает вот из сердца. Это его истинное знание. Ему другие знания уже не подходят. Для того, чтобы вытащить эти знания у человека колебания, чисто энергии должны быть, ну, 10-90, умножить 100, 100-100-100. Понимаете, о чем разговор? И вот эта война внутреннего мира, она идет вовсю. Вот почему многие сегодня, мы будем только о внутреннем мире говорить, потому что это является входом и первопричиной именно изменения реальности. Ведь, смотрите, в той стране, в которой мы живем, в большей степени в России, хотя я человек мира, и последователь, и все, и я думаю, вы тоже, то мы все хотим, чтобы мир присутствовал где-то. Но мир, прежде всего, должен присутствовать во внутреннем мире человека. Это основа, основа колебаний, энергетических колебаний из человека. Какие взаимоотношения с собою. Если человек верит, например, в себя на 10% или на 100, есть огромная разница. Основное донесение, что после 100%, которое нарабатывает человек, он должен выйти в вертикаль. Именно там работает потом мощь. Любой показатель, какие у нас тысячи, в Божественно-Святую Любовь входит более тысячи состояний, которые люди с таким трудом сегодня осваивают. Такие же, как мы все люди, абсолютно прошедшие огромное количество познаний, но не познаний самого себя. Вот чем осложнился переход на более высокое состояние. Если вы не проговариваете, еще раз говорю, то, что вам нужно. У нас, например, есть такая практика, увеличение Божественно-Святой Любви всегда везде и во всем. Можно высокое заменить, кого любовь, знаете как, раздражает. Это говорит о том, что у человека еще нет освобождения от сущности, если она кого-то раздражает. Это у многих зафиксировано даже на генетическом уровне отношения мужчины и женщины. Это не так. Это энергия, на которой мы состоим. И вот представьте, если мы не озвучиваем, что нам надо, это же 22-й год, огромные переходные скоростные стадии, чтобы нас подталкивают, нас подталкивают именно к быстрейшему принятию решения через реальное просветление. Иначе мы не сможем, мы не сможем поменять низкую реальность на высокую. Кто-то ждет, говорит, откуда ты там идет. Нет, идет, может только человек быть мессийный источником. И мы каждый являемся друг другой источником. Разной, разной частотности. Да. И чем выше источник, тем проблемнее попасть к этому источнику. О чем разговор. Но вы знаете, сейчас эго, оно не дремлет. Наша энергия нужна на строительство зла. Вы должны это четко понимать. Как в масштабах своего внутреннего мира, как в масштабах семьи, как в масштабах страны, в которой мы живем. Или кто-то живет, да. Мы же в разных странах живем. Вот. Как в масштабах именно планетарных и далее. Вот о чем разговор. И поэтому получается, что смешанная энергия сегодня большую часть людей уводит в низкие реальности. По скорости времени. Не успевает человек набрать. Значит, если еще раз проговорю, пожалуйста, послушайте. Если вы не проговариваете точечно, точечно, где вы развиваетесь, вы не чувствуете этого. Ну, вроде это интересно, вроде это интересно. Люди сидят в чатах, да, во многих, по 120-150 чатах, где они смешивают эту энергию. А наша сейчас основная задача быть именно на свою частотность энергии. То есть что это такое? Это когда вы развиваетесь в энергии божественной, святой любви по вертикали, у вас открываются разные уровни подачи чистой энергии через вашу душу. Это первое. Это первая подача, да. А там же надо соответствовать. Любой объем подачи энергии вы должны соответствовать. То есть внутренне выдерживать. Если, например, к нам приходят люди, но сейчас уже 0-10 герц, они просто не доходят. Ну, может, кто-то болеет очень сильно. Через страдания, да, идут люди. Так вот, это точка невозврата, когда человек через страдания пошел. Когда человек страдает? А он всегда страдает. Денег мало. Смотрите, что такое страдание. Неправильно чуть-чуть понимать. Денег мало, ушел любимый или любимая, славы мало, там, власти мало. Всегда человек почему-то страдает из-за того, что ему мало. То есть состояние довольствования – это высокий уровень человека, когда он всем доволен. Понимаете? Этому надо, придется сегодня обучаться. Не только довольствование, а плюс тысяча еще. И это образует глубокую веру в себя. Вот такого человека увести от себя, да, это будет очень сложно. Такой человек на все 100% освобождается, освобождает себя, потому что он попал в ориентир развития. Я вот о чем. Поэтому у нас нету плохих или хороших. Каждый человек, каждый внутренний мир проходит свои эволюционные дела, я бы так сказала. Каждый человек проходит свой эволюционный цикл, выполняя свои контракты. Но я могу сказать, что выходя на высокий уровень, вы не выйдете с контрактами. От них нужно освободиться. Но если человек не говорит себе, какой у него контракт, он не замечает по роду, что там, да, он не замечает там-то, 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 он говорит, что кто-то поможет ему. Это иллюзия, поверьте мне, вы теряете время. Сегодня попасть, именно прекратить и попасть, вернее, поддерживать свою тьму, в самом прямом смысле слова, не обижайтесь, но это так. Свой минимум и переключиться полностью на плюс. Люди с таким мужеством, с такой кровью выходят из этого прежнего. Поверьте, это первые этапы. Никто не прилетит нам и не раздвинет, и не спасет. Мы должны войти в свой внутренний мир и начать вырабатывать чистую энергию. И тогда ваше сознание будет постоянно расти, расти, расти. И тогда объемы будут увеличиваться, и вам будет очевидно, вы будете чувствовать. И вот такой человек редко ошибается. Но он освобождается именно от этого минуса. Столько техник, столько практик, да, все подходит. 22-й год – это еще больше скорость именно разделения миров. Если вы замечаете, что очень трудно становится друг с другом общаться. Очень трудно общаться только потому, что разное осознание, разное восприятие, разная чувственность не дают нам соприкоснуться. Мы по устройству человек единый, как организм. Но по факту во время перехода у нас огромное разделение, кто куда, кто на каких частотах. Я хочу сразу донести, что низкие частотности люди – это неплохие люди. У них эволюционный цикл такой. Но чем хороший переход? Оно дает нам трамплин к выходу из прежнего. То, что нас делают такими уязвимыми людьми, вы поймите. Дело в том, что минус и плюс, еще раз повторюсь, не дает стопроцентную веру в себя. Не дает состояния покоя внутренним, постоянно, всегда, везде и повсюду. Не дает. Он ответвляет нас от себя, понимаете, убирает. Вот почему такая война миров. Полное всепринятие. Никто еще не обучился, поверьте. Многие понимают, как устроена уровневость. Все, что вы наработали за это, благодарность, радость, всепринятие веры и плюс тысячи. И оно имеет еще дальше продолжение. А человек говорит, а зачем? У меня гармония. Я говорю, ребята, какая гармония, когда она из шести, из шести пунктов состоит. Это сверхбожественная, божественная жизнь, судьба, чувственно, духовная и материальная. И туда нужна огромная, огромная форма чистой энергии. Где вы, говорю, ее возьмете? Солнце уже не работает для определенной частотности. Оно работает для тех людей, понимаете? Но не обновленных людей. Работает только то, что вы сейчас запустите в себе. И то, что вы будете раскрывать уровень за уровнем. Подачу по своей готовности, услышьте. По своей готовности подачу чистой энергии из себя, из своих устройств. И поэтому человек считается грандиозным созданием. Поэтому. Потому что он на самом деле так устроен. И нам не надо никуда бежать. И нам не надо ничего. Такому человеку очевидно все. Как менять минус на плюс. Это первые этапы. Дальше пойдет автоматически. Вот почему с таким мужеством люди сегодня именно развивают и раскрывают себя на всех уровнях. А не только на каком-то один. Именно материальный аспект и начал хромать именно с нарушением гармонии. Я говорю, как же вы идете сверхбожественное? А где идет человек в иллюзии по поводу себя? Я говорю, когда у вас материальный мир не настроен. Это недопустимые вещи. То есть здесь получается, что со сверхбожественного уровня мы будем брать с вами энергию. Я сразу завышаю планку, потому что можно сказать и божественный уровень, более высокий уровень. Мы потому что по сути своей божественной. И человек этот, семь с половиной этих миллиардов почитаемых людей, но не раскрывшись себе такое почитание к себе. Потому что эго, пройти эту тонкую грань между божественными чувствами и вот здесь, это без источника практически невозможно. Человек будет в иллюзии находиться, понимаете? Все, что нереализовано в материальном мире, это иллюзия. То есть человек заблудший, он заблудился в знании. А еще раз повторюсь, знания только о себе, это точное попадание в цель, это точное попадание в вертикаль, приведут вас к огромному эволюционному развитию и скачку. И вы забудете, что такое низкие реальности, в которых сейчас большинство, а тем более в России. Вы же знаете, почему великая страна. Мы должны соответствовать этому, мы должны, значит, показать не только себе и миру, да? Мы прежде всего для себя это делаем. Мы соответствовать должны во внутреннем мире своем. Именно там находятся ключи к мирозданиям. И как это все устроено, задача высокого мастера – подвести просто к человеку. А он уже чувствует, раскрываться будет сам в отношениях с самим собой. Потому что это такие глубокие, тонкие чувства, описать их даже слов не хватит. Вот почему идет война миров. То есть люди не принимают друг друга, завидуют, ревнуют. И у духовных это, кстати, очень выражено. Понимаете? Не из-за того, что мы плохие, а просто разделение должно быть обязательно. И убираем эту фразу «зерна от плевел». Каждый человек уникален. И каждый проходит здесь не такую уж сладкую жизнь. Как бы он не менял трехмерной реальности, он все равно проживал, знаете как, все можно иметь и дома, и вертолеты, и это нормально, и самолеты, и это гармония. Здесь нет ничего. Если ваш потенциал позволяет это удержать, если вы готовы, внутренне, духовно готовы, такое выдержать. Вы поймите, наши иерархии работают, наши подопечные, всенебесные, работают на одно. Я говорила, что они, знаете, как в почитании к человеку. Только человек к себе так не относится. Его или эго уводят с гордыни, или все-таки он начинает мужественно открывать эти божественные чувства. Многие нам пишут, в комментариях пишут, что вы, Светлана Владимировна, идеализируете общество. Я говорю, ничего подобного. Так идеально состоит человек. И он является себе источником подачи чистой энергии. И если вы достигли этих состояний, понимаете, если вы достигли этих состояний. Поэтому разделение, основное донесение, что разделение – неизбежный процесс при переходе. Но разделение чего? Минуса от плюса внутри человека. Вот и представьте, что вы мыслите, такая у вас реальность. А человек не может следить за мыслями. А тем более он не может преобразовывать. Понимаете? У него не хватает мощи это делать. Поэтому шаг за шагом наши люди нарабатывают форму чистой энергии благодаря работе со своим несовершенством на первых этапах. Знаете, как гордыня плачет от боли? Знаете, как люди до крови кусают руки, чтобы от нее освободиться? Вы бы посмотрели, как люди освобождаются от ревности и зависти, как они рыдают. У них души рыдают просто. Вы бы посмотрели это на приемы? Но шаг за шагом человек обучает себя высшим проявлениям. Мы никогда не думали в 2000-х годах, что через состояние можно менять реальность. Вот почему мимо отходят люди себя, достойные духовные люди, которые сейчас поддержка нужна для своей страны. Там, где ты родился, там ты и пригодился. Неважно, где мы живем, в какой стране. Но мы сейчас живем с вами в России, например. И мы отвечаем за свою страну. Почему? Не пересудами, осуждениями. Мы отвечаем за свою страну только потому, что мы здесь живем. И она нам давала перспективность в нашем несовершенном развитии. И именно она и земля наша точно так же себя вела. И что мы сегодня делаем из-за того, что не можем сработать с эго или ревностью, завистью и плюс 600 еще? Все, что вырабатывает энергию войны человек, это с тем, с чем он не согласен, с чем он борется, что он не принимает. Это же он в себе все не принимает и борется. И проекцию эту он выносит на мир, сначала на себя, в отношении, потом на семью. Потом на свою страну, смотрите. Потом на землю в целом, на все страны, на землю в целом. Вот что он делает. Поэтому энергоинформационное поле Земли сегодня чернющее. Да, идут проблески, но их очень мало, поверьте. Смотрите, минус или плюс во внутреннем мире. Это значит, вы должны соответствовать только плюсу, если вы приняли решение идти к свету. На двух стульях сегодня не усидеть. Или туда, или туда. И тогда получается, если вы вырабатываете и поддерживаете минус, а туда входит осуждение, я уже перечисляла. Непринятие себя и мира, любого мира абсолютно, любого человека, начиная с дворника, бомжа и кончая богатыми людьми, значит, вы идете в низкие реальности. Это основное донесение. И причем 12-й год по скорости, еще раз повторюсь, и 22-й, и 23-й, и 24-й, и 25-й, это совершенно... Это совершенно разные скорости развития человека, абсолютно развития человека. И не ждите, откуда, начинайте вырабатывать сами. Это иллюзия, на которой застряли, что вам сейчас польются энергии. Это иллюзия. Энергии польются только отсюда у вас. Поэтому, кто выбирает минус, у вас будет низкая реальность. Да, у вас будет свое все. Кто выбирает плюс, тот идет на высокую реальность. Это закон. Это закон нового времени. Вот, мое хорошее, что я хотела донести, потому что вы даже не представляете, как плачут души, когда встречаешься с человеком, духовным человеком, у которого не хватает элементарно, а не хватает энергии. Понимаете? И как души эти плачут, если бы вы сейчас слышали это, и вы бы милосердны были к людям, понимаете, кого вы не принимаете, кого вы осуждаете, вы бы поняли, почему человек именно в этом находится, почему ему не хватает, почему он окунул себя в точку невозврата, духовный человек, да, который вырабатывает все-таки больше энергии чистой, чем просто материализованный человек по своему контракту. Вот поэтому это помощь России, понимаете? Это будет великая, это будет. А так мы с этим великим, так и уйдем с этого плана, так и не, если у человека мало энергии, он поможет, он себе только на проживание может, свою семью еще дотянет, но чтобы глобально так не только мыслил, а участвовал в этом, это человек должен быть очень, не то что высокодуховным, а с большим набором этой чистой энергии. А когда ему не хватает на книги, а когда ему не хватает на жилье, и он пытается свою ответственность скинуть на кого-то, там на государство, на страны, или зачем я вообще сюда пришел, многие задают вопросы в такое адское время, потому что именно минус и начинает утаскивать своих сегодня, понимаете, разными ухищрениями. Вот почему разделение идет. Это не единство. Единство вы достигнете только тогда, когда вы только будете в плюсе, потому что через низкие прохождения эволюции человек не может достичь единства. Это иллюзия. Понимаете, он только через просветление может этого достичь, и вот тогда вы будете понимать, как вы помогаете. Именно словами помочь сегодня невозможно. Наша страна, она переходит на новый этап своего развития. Ей нужна от вас эта энергия. От вас, кто проживает в этой стране. Понимаете? Это же вы все понимаете. Так осталось одно – сделать. И вот здесь вот, на это, нужно огромный потенциал. Вот, мой хороший. Я почему-то закончила, не могу больше. Или у меня есть время, Александр? Время уже все закончилось. Ну, главное было донесено. Да, тема она бесконечная, тема бездна. Вопросов задавать нет никакого смысла, потому что вопросов тоже бездна. Нужно осмысление, нужно время. Александр Горович, благодарим. Да, да, благодарю вас за возможность выступить в вашей школе. Да, Светлана, спасибо большое. Светлана, спасибо большое. И до новых встреч. Да, до новых встреч.